Демократы За Обаму и Клинтон и Байдена Но теперь я уже все понимаю Но если мы все не поймем На кону жизни наших детей Сегодня Пентагон Заявил, что мы посылаем свои войска На Ближний Восток После того, как Израиль устроил настоящий ад В Ливане, убив 600 людей За один день Многие из них гражданские дети и женщины И если вы думаете Что эта война или война на Украине Не потребует наших детей То вы ошибаетесь Они будут вам врать об этих войнах Но поскольку рекрутинг в армию Крайне низок То они планируют призвать наших детей И кстати, не только парней В новом оборонном бюджете Анонсированном пару месяцев назад Есть пункты призыва Также и женщин Пожалуйста, посмотрите сами Я не прошу вас поддержать Дональда Трампа Сегодня я не собираюсь отвлекаться На личность Трампа К тому же республиканцы едва ли лучше Они тоже лгут нам об этой войне Я прошу вас проголосовать против демократов Так как они самые явные лжецы Уж они-то врут как никто Так что, когда будете осенью голосовать То задайте себе этот вопрос Хотим ли мы разрушить будущее наших детей Из-за того, что поддались этой лжи Как там говорилось Правда это первая жертва войны Верно Именно это и происходит уже десятки лет Так что давайте просто пробежимся Я выбрала несколько войн, о которых нам врали И я прошу вас заметить В этом некую тенденцию Итак, в каждом поколении была война, основанная на лжи Но она наше поколение, выпало две войны Вот несколько примеров, которые я бы хотела сегодня привести И мне кажется, что только недалекий человек скажет Ну да, все эти операции были основаны на лжи Но нынешние-то правда? Но как так можно думать? Это же бред Мы знаем, что правительство лгало о Вьетнаме, Ираке, Афганистане Оно также лгало о Панаме, Сирии, Иране, Косово, Сомали, Емени, Египте Прямо сейчас они врут о России и Израиле Так что нельзя просто считать, что раньше врали, а сейчас нет В это просто нельзя поверить Итак, давайте начнем Я думаю, что большинство из нас понимает, что буши — это военные преступники Они соврали нам об оружии массового уничтожения Иракские солдаты, выбрасывающие детей из инкубаторов Эта прекрасная история вышла из нью-йоркской пиар-фирмы И мы превратили Саддама Хусейна в монстра Хотя он и был партнером ЦРУ Естественно, ведь мы хотели войны А угадайте, кто еще был агентом ЦРУ? Норьего из Панамы А вы знали об этом? Но несмотря на это, мы разбомбили весь Панама-Сити в 89-м, чтобы свергнуть правительство Которое просто подумало о том, чтобы не вести дела с Соединенными Штатами Кстати, Буш устроил самую крупную воздушную бомбардировку города со времен Второй мировой Операция называлась «Справедливость» И это была не спровоцированная атака гражданских Погибших так никто точно и не сосчитал Так как армия США не пустила туда ни СМИ, ни Красный Крест США никак за это не ответили А потом пришла администрация Клинтон В Боснии он поддержал маджахедов в войне против дружественных России и сербов А потом он послал туда НАТО Это первая крупная операция НАТО Она называлась «Объединенные силы» Все было основано на лжи о том, что сербы вырезают этнических албанцев Хотя именно мы убивали гражданских Около девяти бомбардировок пришлись на гражданские районы В Белграде НАТО использовало кассетные бомбы С тех пор мы сделали кассетные бомбы вне закона Верно, Клейтон? Но мы их все еще используем Ну да, мы вроде как запретили их И мы вроде как больше не должны их использовать А также, как их, снаряды с обедненным ураном Да Мы ими вроде как не должны больше пользоваться Но когда НАТО хочет использовать их в своих атаках НАТО сходит с рук использования обедненного урана Да, и так, список все продолжается После Клинтона пришел Буш-младший и начал войну в Афганистане И я думаю, мы можем все согласиться Есть кто-нибудь, кто считает, что это была хорошая идея? Хоть кто-нибудь так считает? И, кстати, бывший аналитик ЦРУ и наш друг Майк Шоер Шоер Шоер, извините В своей прекрасной книге он указывает на то, что администрация Буша Прекрасно понимала, что идти в Афганистан не имеет никакого смысла Так как ЦРУ помогала моджахедам в войне против Советов Но мы не использовали эти разведанные, когда Буш решил, что хочет войну в Афганистане Мы просто ее начали и послали американцев на смерть А потом начался срок Обамы И, конечно же, Обама был самым классным, верно? Он был самым классным за всю историю Америки Но еще и самым кровавым А вы знали, что на свой третий день в должности Обама утвердил удар по Пакистану, убивший 20 гражданских Но ничего страшного Знаете почему? Потому что они это правильно освещали Согласно Нью-Йорк Таймс Каждый раз, когда администрация Обама убивала гражданского Они называли его комбатантом, если это был мужчина призывного возраста Кроме, когда были данные, что это точно гражданский Заметьте, как Таймс называет это неоднозначным методом Ну вот представьте, что это ваш сын был убит вторгшимся в вашу страну иностранным солдатом Но так как сын был уже подростком, они посчитали, что он мог быть и террористом Пойдет заносить их в список И очевидно, что все это неправильно, и мы это понимаем И, кстати, согласно Челси Мэнинг, они множество раз просто шли и убивали гражданских Можешь просто на секундочку вообразить себе это лицемерие? Администрация Обама их так называла Мужчины призывного возраста, вражеские комбатанты, сражающиеся против наших и так далее Южная граница Соединенных Штатов открыта настежь, и через нее проходят десятки тысяч нелегальных эмигрантов И многие из них находятся в американском списке террористов Они напрямую разрешают этому происходить и не собираются это останавливать Со стороны администрации Байдена это просто лицемерие Ну, мы рассматриваем людей с позиции того, как их нам преподносят Их называют либо хорошими, либо плохими, верно? И еще в биографии Челси Мэнинг, Брэдли Мэнинг рассказывает нам, что он много раз предоставлял разведданные со своего подразделения, где говорилось, что в этом месте находятся гражданские и что там нет целей Но они все равно бомбили это место Единственный, кто был наказан за эти военные преступления, это Джулиан Ассанж И вы знаете это В тот момент, когда Обама продолжал воевать в Афганистане, он одновременно сражался с Аль-Каидой в Афганистане И в то же время вооружал ее в Сирии Союзники Аль-Каиды называются Джабхат Ан-Нусра Обама давал им оружие, чтобы свергнуть Асада, про режим которого нам постоянно лгали И как ему это удавалось? Он придумал гениальный способ и назвал их умеренными Они не были умеренными, они и есть Аль-Каида Так что это был пиар-ход, чтобы продать вам эту войну И конечно же мы уничтожили эту страну, Сирию Одну из самых мирных стран в мире Но мы не могли позволить им быть независимыми И как только мы придумали предлог, мы сразу же разрушили эту страну А потом мы спрашиваем, откуда у нас в Америке сирийские беженцы? Потому что мы разрушили их страну Сирийцы не хотят жить в Соединенных Штатах И кстати, мы до сих пор незаконно оккупируем Сирию Верно И да, Камала Харрис соврала, сказав, что у нас нет войск в боевых зонах Сирийцы не хотят нас там Это незаконная оккупация Почему именно Обама так хотел войны в Сирии? История Сирии длится уже очень давно И США начали ее еще в 60-х Это все не про нефть Это про то, чтобы помешать арабам объединиться Что помешает финансовым интересам США Про это написано в этой прекрасной книге Правление Обамы было губительным также и для Ливии Так как Хилари Клинтон, будучи госсекретарем, хотела, чтобы президент Обама начал эту войну Она почувствовала себя уязвленной этой арабской весной в Египте Так что она сказала, что она все это изменит Во время своей предвыборной гонки она буквально сказала «Я это изменю» И атаковала Муамара Каддафи, который что? Верно Был союзником ЦРУ во время войны Буша в Ираке Итак, Обама начал операцию «Рассвет Одиссея» И ради Клинтона он начал врать американцам Он заявил, что Каддафи планировал руандийский геноцид для 700 тысяч мужчин, женщин и детей Они заявляли, что Каддафи бомбил мирные протесты Они также распространяли этот странный слух о том, что солдаты принимают Виагру, чтобы насиловать больше Все это было ложью И кого же мы вооружали для войны в Ливии? Конечно же, солдатов Аль-Каиды Но мы называли их умеренными, а потом использовали НАТО для убийства тысяч гражданских в Ливии Не говоря уже об уничтожении экономики страны, которая тогда начала свое бурное развитие До того, как Хиллари Клинтон положила на нее глаз Теперь переходим к Трампу Трамп эскалировал войну в Сомали Он устроил дроновых атак на Сомали больше, чем Буш и Обама вместе взятые Но в 17-м году он спрашивал у своих советников, можем ли мы просто уйти оттуда, так как он, похоже, был против зарубежных войн Он единственный, кто хоть говорил об этом Но секретарь Минобороны генерал Мэттис сказал, что вообще-то нет, мы не можем вывезти войска Так что атаки дронов усилились Атаки на гражданских Кстати, мы тогда рассказывали об этой ужасной истории Мать с четырехлетним сыном на руках Помните о ней? А Пентагон заявил Ну, у нас работают новички Да и СПО были проблемы Не стоило этого делать Эй, народ! Это была мать с ребенком на руках А теперь переходим к администрации Байден Харрис Итак, теперь, когда я вам нарисовала картину всех этих войн, в отношении которых нам лгали Вы правда считаете, что администрация Байдена единственная говорит нам правду? Как такое вообще можно подумать? Я считаю, что каждую неделю в течение последних двух лет наше шоу доказывало вам, что они врут нам об Украине Это не было не спровоцированное нападение Путина В очередной раз даем оружие плохим людям Мы даем им оружие, как и Аль-Нусри и Хамасу И, кстати, для нас Зеленский вскоре может превратиться в Каддафи Или в Нарьегу Или в Садама На его месте я бы волновалась Я бы подумала о том А когда США от меня отвернется? Так как враг нашего врага обычно становится нашим врагом, когда нам это нужно Так что, если Зеленский умный человек, в чем я сомневаюсь, то ему стоило бы задуматься об этом А теперь, на этой неделе, мы отправляем больше войск для защиты Израиля Хотя Израиль и убивает гражданских Хотя у Нитаньяху полномочия диктатора Против него настроены сами израильтяне, которым он обещал поддержку Но нет, ему наплевать на них И хотя Израиль скрывает свою ядерную программу И хотя Израиль десятки лет пытал и насиловал заключенных Израиль довольно открыто вмешивается в наши выборы А мы еще финансируем Хамас, чтобы война продолжалась Итак, они врали нам о нашем присутствии в Израиле и на Украине Врали о причинах нашего там присутствия А Камала Харрис начала всю эту ложь о России, когда в 22-м она поехала на Украину Прямо перед началом конфликта И если она лжет обо всем этом, то она не хочет окончания войны А если вы голосуете за нее, то вы тоже этого не хотите Демократы не хотят окончания войны И, честно говоря, большинство республиканцев тоже, они тоже врут Я осознала это во время предвыборных кампаний Если республиканцы хотели победить Барака Обаму и Хиллари Клинтон То почему они не рассказали про все их военные преступления? Вместо этого они спорили по поводу расы, гендера, абортов, религии и гей-браков Но почему? Потому что это одна унипартия Обе стороны хотят войны Но если вы начнете изучать, если вы начнете видеть сквозь эту военную машину пропаганды То вы увидите матрицу И когда вы ее увидите, то вы поймете, кто вам врет о войне, а кто нет И да, президент Трамп защищает Израиль Но он сказал, что добьется мира с Россией Он был против помощи Израилю во время ковидных вливаний И он высказывался против зарубежных войн Уверена ли я, что он будет деэскалировать? Нет, я не уверена Но среди всех остальных он меньше всех за войну Вы согласны? Да Да, конечно Но вот люди в чате пишут, что Трамп говорил Давайте сделаем Израиль снова прекрасным Да Так что многим не нравится такое двумыслие Трампа Это интересно И мне тоже Я с вами согласна, мне это тоже не нравится И да, конечно Окружив себя такими людьми, как Майк Помпео и другими разжигателями войн Именно об этом и говорил полковник Дуглас Макгрегор, служивший во время президентства Трампа Что его очень беспокоило то, что во время своего первого срока Трамп окружил себя этими крысами из Дипстейта Но теперь Трамп говорит, что тогда много не понимал А теперь он уже знает, кто эти люди и такого больше не допустит Но тем не менее, Майк Помпео все еще находится в этой тусовке и выступает на собраниях Он все еще вращается среди окружения Трампа Верно Так что они хотят окончания войны на Украине, но не против посылать войска на Ближний Восток Я считаю, что это очень важно для наших зрителей и христиан Если вы смотрели это великолепное интервью Такера с пастором и автором книги «Христианство» И он там сказал, что очень важно для христиан, что люди не должны делать из политика кумира Не надо смотреть на него, как на некую религиозную фигуру А многие люди именно это и делают Нет, просто смотрите на дела политиков Слушайте, что они говорят и смотрите, что они потом делают Если это подтверждается делами, прекрасно Если Трамп скажет, что мы уходим с Ближнего Востока, прекрасно, я скажу аллилуйя Но на данный момент он опять окружен всеми этими крысами Дипстейта и это пугает Да, Вивек Ромасвами и Кеннеди-младший оба говорили правду о войне на Украине И да, по-моему, у них сомнительные взгляды на Израиль Но у них у всех такие взгляды? Да, да, по Израилю у них у всех проблемы, это так Наверное, единственный политик, говорящий правду про Израиль, это Томас Масси И так немного, и таких много, они такие «Уходим из Украины!» Но Израиль... Верно У всех этих людей есть это странное двоемыслие Вот в чате пишут, редактор ненавидит Израиль, хватит нести чушь, это не так, я люблю израилетян У меня много друзей израилетян, но нам не нравится Беньямин Нетаньяху, который хочет войны Это вполне нормально, не любить правительство страны Как вот, например, мы, мы любим Соединенные Штаты Америки Но ненавидим администрацию Байдена, ненавидим наше правительство, ненавидим разжигатели войн, убивающих людей Так что отношение может быть очень разным И я понимаю, что для некоторых это звучит шокирующе Конечно, я думаю, что стоит сказать, что Джейди Вэнс, если он в итоге станет президентом, он хочет войны с Ираном И это проблема, и о ней нужно помнить Вот что я хочу сказать Демократам нравятся все войны Они лгут абсолютно обо всем Они вообще не говорят правды Так что для меня единственный вариант голосования в ноябре – это против этих сторонников войны Право трансов, аборты, раса Все это не важно, если демократы продолжат воевать Все это не про расы, а про то, кто захочет призвать моего ребенка на войну А у меня и мальчики, и девочки, и правительство хочет их всех Так что я буду сражаться насмерть Чтобы моих детей не поволокли на эти лживые войны И я спрашиваю вас еще раз, когда вы пойдете голосовать Собираетесь ли вы уничтожить наше и наших детей будущее Сосредоточившись на всех этих культурных войнах, как когда-то и я Итак, на этой неделе были отправлены американские войска Допустим ли мы это в дальнейшем, поверив госпропаганде Сегодня я наткнулась на этот пост на Икс И он мне показался важным Так что я его вам зачитаю Ведь именно такими мы и останемся в истории, народ Это запостил ветеран по имени Ноктус Древан Он запостил это видео Я включу его без звука и зачитаю то, что он под ним написал Он пишет На главной странице моего аккаунта Это небольшое видео у меня в Ираке Я был одним из немногих, кто смог протащить камеру на поле боя И у меня есть 20 часов съемок, которые мир еще не видел И я никогда их не покажу Может, я опубликую их после своей смерти Итак, вот вам пример того, чем мы занимались в Ираке Мы вместе с объединенными силами вторглись на землю к этим людям Прикрываясь ложными заявлениями об оружии массового уничтожения Которая так и не была обнаружена И сказками о несуществующей угрозе Америки Есть знаменитая фраза История пишется победителями И вот в чем Запад хочет убедить весь мир Но правда в том, что Америка и объединенные силы – это зло Мы не добро Чего мы добились за 20 лет вторжения в Ирак и Афганистан Мы убили 1 миллион людей и предали силы Израилю А также потеряли 7 тысяч американцев И бесчетное количество американцев остались коллегами Я больше не буду скрывать правду Так как сейчас американское правительство хочет того же самого Они хотят послать американцев воевать за Израиль А солдатам скажут, что это для защиты Америки Но это не так Это точно не так Потом он запостил вот это, и это я вам хочу тоже показать Он пишет, что американцы с момента основания были в состоянии постоянной войны Я бы сказал, по войне на поколение Грустная правда Каждому поколению американцев промывали мозги во имя какой-нибудь войны Интересно, как остальному миру удается существовать без постоянных войн? А Америка, которой нет и 300 лет, воюет каждое поколение Сколько раз мы будем все это повторять, пока не поймем, что это замкнутый круг? Так что я спрашиваю вас перед днем голосования Как вы проголосуете, зная, что люди наверху продолжают врать, чтобы продолжать воевать, уничтожать и убивать? Вот о чем вам стоит задуматься Лично мне это не дает спать по ночам Особенно после новостей о том, что больше американцев отправляется на Ближний Восток Мне реально не до сна Я хочу, чтобы вы увидели всю эту цепочку лжи и сказали ей «нет» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok